МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Западные автомобильные бренды не остались в стороне. Антироссийские санкции объявили о своем уходе. Правда, сейчас выясняется, что уходить никто не спешит. Многие продолжили работу, а другие прячутся за формулировкой приостановили деятельность. Но рынок ситуация взорвала. Цены на авто и обслуживание летят вверх. Как нам правильно вырулить из этой ситуации? Кто способен заполнить освободившуюся нишу? И не станет ли в ближайшее время железный конь золотым? Обсудим. Это вечерний хэштег в студии Максим Яковлев. И Гульнара Успанова. И мы начинаем. Восстание машин. Чем грозит для России уход западных брендов? Берегись автомобиля. Во сколько теперь тюменцам обойдется? Обслуживание машин. Машина времени. Как быстро отечественный авторынок переориентируется на восток? Пятое колесо. Насколько отечественный автопром готов воспользоваться уходом западных брендов? Как отечественный рынок вырулит из ситуации? Обсудим с экспертами. Сегодня в нашей студии директор брендов Киа, Шевролет, Сузуки, группы компании «Автоград» Артем Свистунов, заместитель председателя Тюменской областной организации Всероссийского общества автомобилистов Максим Дьячков, руководитель офиса 500-400 страхования Татьяна Михайлюк и автоэксперт Максим Далматов. Всех приветствуем. Так, добрый вечер. Итак, Максим, собственно, вот эта тема уход автобрендов иностранных с российского рынка обсуждается уже не одну неделю, да, но... А что по факту? По факту ни одна из компаний, ни один из брендов не сказал твердо о том, что все, мы ушли и не вернемся. То есть это что получается? Просто угрозы? Ушли на время, приостановили деятельность и вернутся обратно? Ну, здравствуйте, всех приветствую. Как мы уже за кадром, да, обсуждали, что вроде ушли, но мы не попрощались, да? Да. Фраза таким образом звучала. Ну, два, на самом деле, две мысли такие. Это политическое, в любом случае, давление, да, какое-то на компании. Ну и второго рода, мне кажется, тоже игра на рынке своего рода, да, как раз-таки будем, не будем. Люди в это время начинают принимать какие-то решения, возможно, где-то... А стоит ли играть со стратегическим покупателем? Это уже вопрос к ним, так скажем, к этим автопроизводителям, но, на мой взгляд, ситуация нестабильная, меняется каждый день, и поэтому представителям компании необходимо тоже каким-то образом реагировать. Там же тоже люди работают, они тоже от какой-то ситуации отталкиваются. Поэтому, я думаю, согласны той ситуации, которая происходит, так и ведут себя. Артем Николаевич, вот Франция, например, уже с самой высшей чины заявляет о том, что, в принципе, мы даем право сохранять автомобильный бизнес в России. Южная Корея тоже со своей позиции определилась. Вы как раз директор брендов из этих стран. У нас с ними действительно все в порядке, никуда они не ушли, продолжают работу? Нет, действительно, эти компании никуда резко не уходят и не планируют такого, и официальных заявлений таких не делали. Я думаю, что и не сделают. В целом, вообще, для автоотрасли, мне кажется, ну, вряд ли было бы разумным кому-то из игроков взять, развернуться и уйти. Ну, чтобы мы понимали, российский рынок, вот даже если с европейским сравнивать, допустим, в 2012 и в 2013 году он занимал второе место после Германии по количеству машин, которые продавались новые. И, ну, здесь еще важна историческая, как бы, предпосылка, исходя из того, как устроены, это тоже логистические цепочки, как устроено управление этими иностранными брендами. И многие из них имеют, как бы, централизацию к России. То есть, например, ну, некоторые корейские бренды даже в названии имеют Россия и СНГ. А если вообще еще и этот рынок притягивать сюда, то, в принципе, ну, то есть смело можно сказать, что потенциал такого вот конгломерата, да, Россия и СНГ, автомобильного рынка, это 4 миллиона. Для сравнения, самые пиковые, как бы, продажи были в Германии, это, там, 3,6 за последние, там, 10 лет. И какая политическая солидарность здесь не перекроет, да? Ничего не перекроет, потому что стратегически, ну, важно для любого производителя, чтобы был рынок хороший, да, количество покупателей было большое. Поэтому, мне кажется, ну, понятно, что, как сказал Максим, много там политического давления, много каких-то решений, которые даже, как бы, ну, не всегда успевают, они там, да, за своими политиками, как там это переформулировать, перефразировать. Ну, вряд ли кто-то будет поступаться рынком, и это развитие стратегическое, как вы сказали. Россия – это стратегический покупатель. Сейчас, получается, давит правительство западное. И все-таки, Максим, а какие бренды на сегодня вот действительно ушли? Вот даже американский джип, насколько я знаю, он сказал, что он остается. И будет неудивительно, если другие, там, популярные у нас бренды тоже вслед за джипом скажут, что мы, как бы, не уйдем из России. Да, добрый вечер. Давайте вообще статистику посмотрим. Вот, допустим, мы сейчас только что говорили о таких брендах, как Kia, как Hyundai. В определенных сегментах они 25% рынка забрали. То есть, вы представляете, как они попрощаются и уйдут. А деньги? Прежде всего, это бизнес. Конечно, в настоящее время на производителей идет беспрецедентное политическое давление. Но, опять же, смотрите, что открывается для нас, для отечественного производителя прежде всего. Занимайте нишу, будем зарабатывать. Давайте доведем до 100% локализации всех комплектующих, чтобы наш производитель не мучился. Ну, до 40% порой завозят. Пора это прекратить. И для России сейчас это не просто вызов. А Россия сейчас говорит нашим западным партнерам о том, что мы будем развивать собственное производство. И кто хочет попрощаться, ну, хотите потерять деньги, пожалуйста, мы никого у себя в гостях не задерживаем. То есть, если вы ушли, вашего возвращения никто не ждет? Прежде всего, здесь нужно понимать Россию с точки зрения патриотизма. У нас есть чувство самодостоинства. И россияне, когда терпят эти санкции в чем-то, но мы понимаем, что мы любим свою страну и мы готовы потерпеть. А кто работает в России, должны задуматься о 100% локализации производства. И давно уже пора это было сделать. И наши западные коллеги нам в этом активно помогают развивать производство внутри страны. Мы любим нашу страну, готовы потерпеть. А самое главное, мы помним, кто оставался, кто в итоге ушел. Татьяна, вот все то, что сейчас происходит, первая реакция страховщиков. Какая вот эти уходы, неуходы, волнения на рынке сейчас, которые происходят? Добрый вечер. Страховщики сразу среагировали на то, что происходит сейчас на рынке. Постепенно начинается повышение цен. Потому что повысили цены на автомобили, повысили цены на автозапчасти. И страховщики не могут стоять на месте и держать цены те, которые были в прошлом году. Или даже те, которые были два месяца назад. А в связи с этим дорожает страховка ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности дорожает постепенно. То есть это не резкие какие-то скачки. А также дорожает полискаска. Каска это добровольный вид страхования, когда мы сами страхуем свой автомобиль, свое имущество от угона и различного ущерба. Вот. И, конечно, здесь страховщики были готовы и среагировали практически молниеносно. Ну, про детали этой реакции мы еще сегодня поговорим. Сейчас к разговору в студии из Санкт-Петербурга присоединяется Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ. Добрый вечер. Дмитрий, вы действительно считаете, что Запад готов отказаться от такого рынка, как Россия? Или на самом деле они отчаянно ждут, когда уже можно будет вернуться? Ну, я должен вам заметить, что я, в принципе, не готов сейчас делать окончательные выводы, потому что прошло совсем мало времени, и ситуация, она качается в ту или иную сторону каждый день, на самом деле. То они заявляют, что уходят, то они заявляют, что приостанавливают, то, например, они говорят о том, что они вернутся там в мае начнут работу или в апреле начнут работу. Поэтому конечных выводов сейчас делать не следует. Но мне кажется, что западные компании не готовы покинуть не столько рынок, сколько такие огромные вложения в производство, которые они здесь делали. В данном случае речь не только о западных, но и о юго-восточных производителях. И вот бросить вот эти вложения, эти производства, вот это вот они не готовы. Хотя и доля производимых автомобилей достаточно велика, на самом деле. Некоторые производители по четверть миллиона автомобилей будут производить. Поэтому я думаю, что это все-таки достаточно серьезная сторона их дохода. И деятельности в разных проявлениях. Думаю я, что они ждут удобного момента или, как правильно сказать, повода для того, чтобы вернуть все обратно. А вот говоря о производстве, как вы считаете, на иностранные заводские комплексы, которые сейчас могут быть национализированы, возможен приход, скажем, китайских брендов и для нас такое развитие событий будет хорошо или плохо? Давайте, во-первых, будем говорить о том, что вот сейчас мы тут с коллегами обсуждали, что я не готов говорить, что у нас существует какой-то российский автомобиль, китайский автомобиль, европейский автомобиль. У нас автомобиль сейчас, все, что связано с автомобилем, оно трансконтинентальное и трансграничное. Как относиться, например, к автомобилю Chevrolet Spark, который сделан корейско-американской компанией, заводе, который находится на территории Узбекистана для продажи в Россию? Понимаете, непонятно, чей автомобиль. Что касается возможного прихода китайцев на российский рынок, то, во-первых, это могут быть не китайские модели. Это могут быть просто действия, направленные на менеджмент и реанимацию производств иностранных производителей. Мы с вами знаем, что большая часть китайских автомобилей повторяют иностранные модели. Это раз. Второе, мы знаем, что у Китая уже имеется достаточно богатый опыт менеджмента на иностранных европейских производствах. Возьмите, пожалуйста, к примеру, автомобиль Volvo. Мало кто знает, но это на самом деле теперь китайская собственность и китайский завод, который продолжает производить хорошие и качественные автомобили. Поэтому если нашим китайским партнерам удастся восстановить логистические цепочки, главным образом это касается металлического проката, у нас с прокатом там проблемы на производстве для высокой степени локализации, то в этом случае запросто может быть, что они подхватят выроненные европейскими партнерами знамя и возобновят производство тех же самых моделей на тех же самых заводах под теми же самыми брендами, только будут перевешивать. Не помешало же ничего китайцам повесить на RAV4, повесить лейбл Charity. Ну, переназовут его по-другому. Но, кстати, я должен сказать, что я также прекрасно понимаю, что при таком уровне локализации, который сейчас у нас присутствует по некоторым маркам, возьмите, например, Hyundai, запросто может быть, что эти заводы перейдут под российский менеджмент. Все есть, производство компонентов есть, производство мотора есть, штампованные детали, все есть. Достаточно просто возобновить менеджмент. Специалисты на них работают тоже наши. Поэтому, возможно, и такое развитие сюжета. В любом случае автомобильные производства не будут стоять заброшенными, это точно. Спасибо, Дмитрий. Оставайтесь с нами на связи. Скоро мы вернемся к разговору с вами. Аналитики Автору изучили ключевые показатели на сайте объявлений и узнали, насколько подорожали автомобили в период с 14 по 22 марта. Давайте посмотрим, что получалось. С конца февраля по середину марта средняя цена нового автомобиля в России увеличилась на 60%. Это связано с массовым пересмотром цен автодилерами. Затем рост замедлился и уже с прошлой недели новые автомобили подорожали всего на 2,3%. И теперь стоит в среднем 5 миллионов рублей. На логичной ситуации на вторичном рынке с конца февраля поддержанные машины прибавили в цене на 19%. Затем ситуация стабилизировалась те же 2,3% за прошлую неделю. Самые дорогие машины с пробегом продают дилерские центры почти 2 миллиона рублей. Самые доступные у частных продавцов. У них средняя цена 940 тысяч рублей. Вот что это у нас получается. Мы даже сегодня здесь в студии не раз сказали о том, что вроде как бренды уходят. При этом они никуда не уходят, они остались. А цены, и опять же, ОСАГО дорожают. Цены растут. Максим, почему так происходит? Спекуляции, опять же, если говорить про бренды, навряд ли они сразу же в одночасье перестали поставлять. Какие-то запасы же есть у автосалонов. И опять же, многие бренды производятся здесь у нас на территории России. Не в одночасье же остановили все эти конвейеры. Почему цены-то выросли? Я понимаю, на что вы меня наталкиваете, да, что мне нужно сказать. Но давайте возьмем так. Запасы на какой период времени? Насколько на сегодняшний день компании понимают, сколько нужно будет находиться в этом, вот в стагнации, так скажем, в этой. Поэтому я думаю, здесь перестраховка на предмет того, что там же, опять же, видите, у меня второй вопрос, опять про людей. Нужно же и оплачивать аренды, нужно же платить людям зарплаты и так далее. Вот они сегодня этот автомобиль продали, допустим, да, за определенную стоимость. Зарплаты не поменялись. Аренда навряд ли поменялась. А мы же говорим о том, что это на протяжении времени нужно провести. Вот я к чему говорю. Но это если защищать. А если не защищать, то, конечно же, под ситуацию, возможно, подстроились и добавляют стоимость, исходя из того, что натворится на рынке, так скажем. А вы больше к чему склоняетесь? Я больше как потребитель, я, конечно же, хотел бы в автомобиле подешевле. Вот, кстати, вопрос к вам, Максим, последний период времени ринулись все скупать оставшиеся вот эти западные автомобили, может, там, не считаясь ни с ценами, ни с чем успеть урвать любимую марку? На вторичном рынке, да, такая тенденция идет. И вот, опять же, к статистике вернемся. Допустим, в 2021 году только в автокредит, если я не ошибаюсь, в стране в целом было куплено 416 тысяч машин. Ну, там не берется, допустим, потребительский кредит, когда люди берут и все равно покупают машину. Наличные? Да, совершенно верно. Рыдыные какие-то? То есть, сама по себе динамика, она, в принципе, в 2021 году свою пика достигла, то есть, потому что был рост, рост был, по-моему, 52% по кредитованию, как вот я статистику сегодня читал. И сейчас в условиях кризиса и вот безусловного давления на Россию, западных стран, на производителей, конечно, говорит о том, что сейчас спрос упадет на время. Во-первых, давайте посмотрим, что вообще с производителем. Мощность производства в России за это время, как вот я сегодня посмотрел статистику, тоже упала на 45%. Автоваз у нас в отпуск ушел, не запланировано. А 24 марта Ринальд тоже объявил о том, что мы сейчас не будем машины делать, но они всегда очень интересные новости, как нам, как потребителям, дают, что мы вроде бы делать не будем и тут же делать будем. То есть, своего рода, да, идет рост цен из-за этого, может кто-то быть и спекулирует, но обвинять спекуляции тоже нельзя, потому что есть логистическая причина. Действительно, вся цепочка логистики по комплектующим будет перестраиваться. И как она будет перестраиваться? Либо наши западные партнеры одумаются и поймут, что нельзя политику и бизнес смешивать, потому что страдает, прежде всего, население не только в России, но также у наших западных партнеров. И, помимо всего прочего, как вот эта логистика выстроится, либо мы у себя будем производить, либо в Китае покупать, от этого тоже зависит очень многое. То есть, та ситуация, когда мы в России начнем производить, во-первых, это увеличение рабочих мест, во-вторых, это высокотехнологичные рабочие места. И меньшая зависимость. И меньшая зависимость. Но, тем не менее, Россию толкают к тому, чтобы она все меньше и меньше зависела. Условия рынка показывают, что рыночные отношения работают в одностороннем порядке часто, так же, как и санкции односторонние. Россию не слушают, не прислушиваются, вводят в одностороннем порядке. Но бьет-то в обе стороны. Бьет в обе стороны, да. Ну, как сказал президент, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. То есть, вы сейчас уже начали говорить о переориентации рынка, да, но, опять же, наш отечественный автопром не наладит производство здесь и сейчас. На это нужно время. В таком случае, вот, Максим, вы как считаете, куда обратим обзор? Казахстан, поедем в соседние страны, через них будем покупать. Китай, что, куда? Мне кажется, у правды всегда есть две, так скажем, части. 50 на 50 всегда нужно информацию всю там, грубо говоря, дозировать. Мы берем по первому сценарию, все будет в порядке, все хорошо, логистические цепочки выстраиваются, и мы получаем свои автомобили тех марок и брендов, которые мы хотим. И берем вторую такую, да, ситуацию, когда мы возвращаемся к тому, что у нас появляются ребята, которые едут в соседние страны, покупают вам автомобиль и пригоняют его там к крыльцу, грубо говоря. Это вторая часть. Все будет зависеть от того, как дальше пойдет ситуация экономическая, да, там, от доллара много что сейчас зависит, да. Перевели мы там газ в рубли сейчас, возможно, рубль укрепляться начнет. Вот, опять же, логистика через другие страны, либо, возможно, там, отыграют обратно, как мы говорим о том, что, да, мы подумали-подумали, все, мы возвращаемся обратно, все там отыграли и так далее. Поэтому здесь нужно понимать ситуативно, что будет происходить, и отсюда можно, ну, дальше рассуждать. Почему нет? На самом деле, в ту же самую Японию люди ездили, покупали себе гибридные автомобили, есть любители правого руля, например, такое тоже есть, не все идут в автосалоны, поэтому эти компании есть, люди есть, которые, ну, такими вещами занимаются и пригоняют эти автомобили. Поэтому я говорю, может пойти по одному сценарию, может пойти по второму, поэтому тут главное смотреть на рынок и успеть к нему приспособиться, так скажем. А есть еще китайский производитель, который активно заходит на российский рынок, кстати, пользуется популярностью, там, те же, тот же Хавейл, да, кроссовер, мне кажется, он очень популярен в последнее время. Да, безусловно, это так, но нужно смотреть на рыночный сегмент. Ведь в любом случае, когда люди привыкли ездить на корейцах за определенную стоимость, но стоимость выросла, и за эту сумму можно купить только китайца, то китайцы вполне хорошая альтернатива. Ведь люди покупают не всегда то, что хотят, люди живут вообще по потребностям. Все мы хотим ездить на Мерседесах, возможно, но мы все не ездим на Мерседесах, кто-то на Автовазе ездит и очень радуется. Поэтому, безусловно, это возможность для новых брендов, либо, как уже коллеги сегодня сказали, тот же RAV4 нам будут под другой гидой продавать, будет другой значок, но все комплектующие будут от RAV4. Это тоже хороший вариант, и я считаю, на этом не нужно останавливаться. Самое главное – дать возможность, возможно, какую-то поддержку развития нашим российским брендам. О поддержке мы сегодня еще поговорим, да, мы об этом еще поговорим сегодня. Артем Николаевич, а вообще вот работать с китайскими брендами, насколько вы готовы, насколько надежные, может быть, партнеры? Ну, опять же, не то, что начинать, уже ведь идет эта работа, расширять, может быть? Ну, у нас в портфеле брендов в Автограде есть китайский партнер компании «Джили», как сказал Максим, а, и вот эксперт, который из Питера с нами связывался. Не все знают, но это «Вольво» – это тоже теперь китайский бренд, и это вот как раз в холдинге «Джили». По поводу надежности, с точки зрения машин, которые они строят, ну, во-первых, дизайн признан, ну, в том числе клиентами тюменскими и по всей стране. Что касательно надежности, это говорит о том, что у них доступ к технологиям довольно серьезный, ну, то есть они могут качественные, хорошие машины производить, вот. А относительно того, какую нишу они могут или если захотят занять, ну, то есть надо понимать, что «Хэвейл» вообще имеет производственную мощность 80 тысяч автомобилей. Вот под Тулой собирают они эти машины. В прошлом году они 37 всего лишь продали. При желании могут быть. Да, «Джили». То есть даже 50% не реализовали по факту, получается. Да, 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 то есть они могут в два раза все практически увеличить свои объемы и мощности. И если ситуация с восстановлением логистических цепочек затягиваться будет, ну, вот, весь год, то для них, конечно, это большой шанс вырвать долю рынка, во всяком случае, очень высокую. То есть большая тройка, ну, раньше это было принято говорить про немцев, теперь мы говорим про китайцев. Джили, «Хэвейл» и «Черри». Значит, в общем-то они, если со 100 тысяч они там до 200 увеличат свои продажи, на фоне того, что рынок может сократиться там до 800 тысяч автомобилей в России, вот, пожалуйста, четверть рынка, четверть рынка. Татьяна, а что, кстати, у вас страховщики думают о китайских брендах? Насколько они безопасны, дороже или нет полисы на такие машины? Я бы не сказала, что на них полисы дорогие, как раз китайские, корейские бренды, а полисы находятся где-то в среднем сегменте. А полис вообще зависит, простите, перебью, цена полиса зависит от бренда автомобиля? Конечно, от марки и модели зависит обязательно. То есть к китайцам относятся уже уважительно, да, их качество признают? Да, вполне, мы говорим о каске. То есть здесь, конечно, марка и модель имеют значение. Также имеют значение возраст старших водителей, допущенных к управлению, естественно, объем двигателя, лошадиной силы, территория использования автомобилей, и стоимость автомобиля, естественно, тоже. Все зависит. Ну, реально, цены вполне адекватные и на китайские, и на корейские бренды. Это хорошо. Что ж, продолжим разговор. Давайте узнаем мнение еще одного эксперта. К разговору из Москвы присоединяется вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствуем вас. Все чаще звучит гипотеза, что машина станет роскошью. Какие вот поэтому есть предпосылки? Разве Азия не сможет заполнить ушедшие ниши, и мы получим на рынке тот же объем предложения, да еще и более дешевых марок, собственно, то, о чем мы сегодня уже говорили в этой студии? Азиатские автопроизводители и производитель компонентов могут быть альтернативой поставщикам из других стран только в том случае, когда существует конкуренция. Если же конкуренция ослабляется, и китайцы, например, остаются на рынке одни, то возникает следующая ситуация. Они мгновенно включают высокие цены и продают китайские автомобили по цене вполне себе европейских. Мы это видим на целом ряде рынков, где ограничиваются поставки, и, собственно, россияне столкнутся с простой ситуацией, с колоссальной стоимостью автомобилей азиатского производства или даже собранных в России. Поэтому нам абсолютно необходимо увидеть на рынке как можно больше поставщиков, нам абсолютно необходимо увидеть на рынке ввоз автомобилей со вторичного рынка, в том числе и за рубежа, нам нужно увидеть снижение таможенных платежей, и тогда, собственно, это факторы, которые будут давить на тех же китайцев, и мы, собственно, тогда будем и в их дилерских центрах видеть адекватные цифры, которые адекватны качеству автомобилей. В противном случае, если все останется как есть, то мы увидим, по сути, монополию, а монополия – это всегда плохо. Ну, еще одна мысль, которая прозвучала сегодня, это то, что сейчас идеальные условия для отечественного автопрома. У него вот есть все, чтобы сделать качественный рывок вперед. Готовы меняться наши авто и их производители принимать вот этот вызов? Если следовать логике Министерства промышленности и торговли, которая была у него на протяжении последних лет 15, который министерство ориентировалось на локализацию в России производства зарубежных автомобилей, на локализацию зарубежных технологий, то эта, собственно, политика сейчас абсолютно невозможна, потому что ни технологии, ни автопроизводители на российском рынке пока не работают, и существуют фундаментальные риски того, что они в целом уйдут с работы на российском рынке. По крайней мере, это может коснуться, прежде всего, европейских производителей. Поэтому единственный вариант, как нам не скатиться к технологиям конца 20 века в автомобильной промышленности, это, собственно, резкий рывок в сторону электротехнологий, в сторону водородных технологий. Там нет ничего экстраординарно сложного, там нет ничего нового, там, собственно, не придумано ничего нового, по сути дела, с начала 20 века, когда электромобили занимали огромный процент, собственно, на всем автомобильном рынке. Поэтому нам нужно сейчас начинать производство автомобилей следующего поколения, условно говоря. Это единственная наша возможность. Что ж, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на связи со студией. Мы еще вернемся к разговору с вами. А сейчас ненадолго прервемся, вернемся в студию буквально через пару минут. Без каска может ждать фиаско. Эксперты ждут рост числа угонов автомобилей. Автомобиль не роскошь, а вот его ремонт, где теперь брать запчасти и комплектующие.